Итоги прохождения осенне-зимнего периода и подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к следующему отопительному сезону стали основными вопросами заседания правительства Тверской области. Его 17 мая провел губернатор Игорь Руденя, который отметил, что регион оказался неплохо подготовлен к холодам, но работы все равно впереди еще очень много. Открывая заседание, глава региона подчеркнул, что отопительный сезон в Тверской области прошел без серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций. При этом минувшая зима отличалась обильными снегопадами. Из-за этого не удалось избежать обрывов линий электропередач. Однако энергетики реагировали оперативно и на будущее собираются провести большую работу. Компания Россети Центр очень компетентно представила материалы по масштабной комплексной работе, модернизации и повышению надежности систем. Уверена, что компания этой работой займется более масштабно и широко. В целом, в результате комплексной работы по консолидации коммунальных активов, обеспечению плановой подготовки к осенне-зимнему периоду, количество муниципалитетов, получивших паспорта и акты готовности, увеличилось практически в два раза и составило более 80%, подчеркнул Игорь Руденя. Усилия региональных властей оценили и на федеральном уровне. Вы смотрите очень хорошо, что сказал в том числе Александр Иванович на заседании правительства. Тверская область у нас на реализирующих позициях. Всего было 40 происшествий по данным нашей системы. Это достаточно невысокий показатель. В целом, органы исполнительной власти и муниципалитеты оперативно реагировали на все происшествия. Еще одной задачей, поставленной губернатором в ходе заседания, стало проведение всех регламентных и подготовительных работ к новому добитому сезону заблаговременно, до 1 сентября. В частности, речь идет о проверке технического состояния котельных и теплотрасс, промывке сетей, проведении гидравлических испытаний, а также ремонте и модернизации. В первую очередь в Твери. Надо будет еще раз посмотреть на форму собственности этого имущества, и работа по консолидации активов в государственную собственность и муниципальную будет продолжена, потому что вкладывать финансовые ресурсы, такие серьезные, конечно, может только государство. Игорь Руденя обратил внимание, что все работы на коммунальных сетях должны быть синхронизированы с ремонтом дорог, благоустройством дворов и общественных территорий, а также с работами по газификации. Вопрос газификации, решаемый на территории нашего региона, нам даст дополнительные возможности повысить уже уровень подготовки к осенне-зименному периоду. Кроме того, губернатор сообщил о планах ежегодного, начиная с этого лета, проведения в регионе учений по ликвидации аварий на инженерных сетях. Предусмотрено проведение работ на объектах ЖКХ в 12 муниципалитетах. Также в текущем году планируется построить 6 автоматизированных котельных в Твери и Вышнем Волочке, в селах Дмитрового гора Конаковского и Горица Киморского районов, за стол Вера Мешковского и в селе Примухино Кувшиновского районов. Качественная подготовка и прохождение отопительного сезона, персональная ответственность глав муниципалитетов и руководство профильных подразделений областного правительства, подчеркнул глава региона. Субтитры создавал DimaTorzok